сегодня мы поговорим о расширении animate div это классное расширение которое позволяет сделать вот такие вот небольшие анимационные ролики которые вы можете использовать в своих блогах или как вставку в какое-то свое видео вот такие вот четырехсекундные ролики генерируются примерно 5 минут на видеокарте 3060 качество результата очень сильно зависит от подсказки которые вы напишите размер изображения будет 512 на 512 но даже при этом мы можем использовать авто детейлер чтобы улучшить лица потому что если персонаж будет достаточно мелкий на этом изображении то лицо естественно у него будет ломан и но с авто детейлером она достаточно здорово восстанавливается и на скорость работы это прям сильно не влияет то есть авто детейлер работает на таких маленьких изображениях очень быстро еще стей был див поддерживает работу с реактором и соответственно вы можете в эти ролики вставлять свое лицо или или лицо какого-нибудь известного человека чтобы ролик получился более интересным тут я очень тщательно подбирал настройки чтобы генерации получились действительно максимально качественные в этом видео мы поговорим о том как все это установить поговорим о том какие настройки нужно использовать чтобы ролики получились хорошими по качеству поговорим о том что мы можем дополнительно использовать что тоже будет работать совместно с animate.div. Ну что ж, давайте начинать. Первое, что нам нужно сделать для установки, это установить сам animate.div. Для этого переходим в Extensions, выбираем Available Load From. Здесь в поиске пишем animate. И у нас сразу показывается вот такое вот расширение. animate.div.sdwebuy Нажимаем установить, дожидаемся пока это расширение установится. И для того, чтобы в промпте как-то по временным интервалам менять промпт, мы можем использовать еще одно расширение. Оно не обязательно, но вы его можете установить для того, чтобы ваша подсказка была более гибкой. Это расширение Prompt Travel. В поиске пишем Prompt Travel. И показываются вот такие расширения. Нам нужно здесь вот это вот расширение Prompt Travel. Нажимаем Install. После того, как оно установится, переходим в Install, Appliant Restart UI. И теперь на вкладке Text to Image мы можем найти новую вкладку. А Prompt Travel, который мы поставили, он находится в скриптах. Но выбирать его не надо. Достаточно для того, что он просто установлен. Анимейт Диф и так знает о нем. И если мы в подсказке будем писать определенные записи, то он будет ссылаться на Prompt Travel и с ним работать. То есть мы его не включаем здесь в скриптах. Теперь нам еще нужно будет скачать модели. Переходим по ссылке, которую я приложу в описании в Boosty. Кстати, если вы до сих пор не подписаны на Boosty, обязательно подпишитесь. Ссылка на наши Boosty будет в приложении. А также заходите в самый активный канал по нейросетям. Ссылка на него тоже будет в описании. Здесь присутствует много разных моделей, но нас интересует модель вот эта вот, Versi 2. Это основная модель, на которой мы будем генерировать. Еще здесь есть дополнительно вот такие вот маленькие модельки. Это лоры. Вот здесь вы можете посмотреть пример, как работают вот эти вот лоры дополнительные. Left In это приближение. Left Out, отдаление. Pen Left это сдвиг влево, вправо. А Up это вверх, Down, соответственно, вниз. Это вращение против часовой, это вращение по часовой стрелке. А чуть ниже вы можете посмотреть сравнение моделей предыдущего поколения, первой версии Animated Div и второго поколения. Вторая версия, она точно работает лучше, поэтому первую даже в принципе скачивать не обязательно. В общем, скачиваем вот эту вот модель и вот эти вот лоры. Теперь как все это установить? Переходим в папку Автоматик, заходим в Extensions, здесь находим нашу свеже установленную папку Animated Div, открываем ее, находим здесь папку Model и сюда помещаем нашу модель. Не смотрите на то, что у меня здесь есть еще модели, они в принципе не нужны, потому что вот эта версия 2, она работает гораздо лучше. И теперь куда установить лоры? Открываем опять папку Автоматик, заходим в Models, здесь находим лора, создадим здесь какую-нибудь папку специально для Animated Div, чтобы не путать лоры, которыми мы генерируем в автоматике, и лоры для Animated Div. И в эту папку помещаем все вот эти лоры. Теперь оптимально будет перезапустить Автоматик полностью. И давайте теперь попробуем выставить настройки, которые позволят нам что-то сгенерировать. Первое, что нам нужно сделать, это выбрать модель. Модели, которые будут работать, это любые модели 1.5. Я выбрал модель LRL. Вы можете выбрать модель любую, которая соответствует типу вашей генерации. Если вы какую-то мультяшку собираетесь генерировать, то выберите что-нибудь такое, Tune U или Cardos Anime, ну или какой-нибудь аниме модель. Если что-нибудь реалистичное, то выбирайте Realistic Vision. Из практики генерируется нормально что-то анимешное, мультяшное или вот такое вот что-то похожее на 3D графику. Теперь давайте напишем подсказку. Я написал вот такую вот коротенькую подсказку. Молодая женщина, одетая в хип-хоп стиль указывает пальцем в камеру. Дальше я перешел в SDXL Styles. Это специальное расширение. О нем я уже снимал видео. Включил его и выбрал вот такой вот стиль. Выбирайте любой свой стиль или любой стиль из вашей какой-нибудь генерации интересной. В этом случае вам вообще вот это расширение SDXL Styles в принципе не нужно будет. То есть прописываем здесь какой-то интересный стиль. Дальше нам важно указать нормальную негативную подсказку. Можете выбрать какую-то классическую негативную подсказку вот в таком вот стиле. А можете применить текстовую инверсию. Я применил текстовую инверсию Easy Negative и Very Bad Image Negative. Они работают достаточно хорошо, но в принципе классический негативный промпт тоже будет работать хорошо. Выбираем сэмплинг метод LRA. Только этот сэмплинг метод будет работать с автодетейлером. Если мы не будем использовать автодетейлер, то даже вот на таких вот изображениях, где лицо достаточно крупное, оно будет некачественным. И только с автодетейлером мы можем получить более-менее нормальное лицо. Мы конечно же можем воспользоваться реактором, рупом там, чтобы чисто заменить лицо. Но после замены лица оно все равно не очень детализировано. Но как вариант это тоже будет работать и в этом только случае вы можете использовать другой сэмплинг метод. То есть если вы отказываетесь от автодетейлера. Ставим здесь количество шагов 20. Сильно их завышать не надо, потому что это будет влиять на время генерации. Еще один важный параметр это размер изображения. Он должен быть 512 на 512, либо что-то очень приблизительное. Вы можете естественно изображение вытягивать по высоте, но в этом случае его нужно будет сузить по ширине, чтобы площадь изображения соответствовала площади при размере 512 на 512. Это обусловлено тем, что модель у нас будет генерировать не вот эту вот, а модель будет генерировать другая, ту которую мы скачали. И она будет смешиваться вот с этой моделью. То есть это будет такая некая смесь. А вот та модель, которая именно генерирует анимацию, она обучалась на 512 на 512 и соответственно площадь должна быть сопоставима. Тут не стоит гнаться за именно качеством картинки, потому что качество картинки вы получите хорошее, а вот эту склейку кадров вы получите отвратительно. То есть будут одни артефакты, то рука там появилась, то здесь появилась. В общем-то это будет отвратительно работать, сразу говорю. Для вертикального кадра можете поставить что-то вот такое вот. Это нормальное разрешение, то есть его можно использовать и картинка тут не будет ломаться. Я же сгенерирую квадратные кадры 512 на 512. Это вообще самое оптимальное разрешение. CFG можете поиграться, разные поставить. Я оставляю 7. Еще важный момент, обязательно используйте вае. Я понимаю, что в моделях 1.5 вае уже во многих есть. Но как я говорил, модели эти смешиваются и в той модели, которая подмешивается, в ней уже вае нету. И если вы вае не будете выбирать, у вас изображение будет более тускло. Поэтому вае выбираем 840-300 оптимальный вариант. Теперь переходим в animate.div. Здесь выбираем нашу модель. Вот она, эта модель, версии 2. Этих моделей у вас не будет, и они вам не нужны. Они работают хуже. Здесь выбираем формат сохранения вашего видео, jif или mp4. Параллельно можно сохранить png. Ваши png будут сохраняться в тексту имидж. Здесь будет отдельная папка animate.div. И здесь будут как раз таки храниться ваши jif файлы или mp4. А изображения png будут храниться так же, как и все остальные генерации по датам, если вы их выбрали. Ну или просто вот здесь скопом будут лежать, если вы не указали в настройках по датам разбить папки. Для включения этого расширения нажимаем enable animate div. Но пока включать его не надо, мы включим его потом. Пока давайте его просто настроим. Анимацию будем делать 6-секундную. Здесь указываем количество кадров всего, которое будет сгенерировано. 48 кадров. И какое количество кадров генерации будет в 1 секунде. То есть у нас будет анимация с фпсом 8, то есть 8 кадров в секунду. И всего кадров будет 48. То есть всего у нас будет 6 секунд генерации. Параметр display loop number показывает сколько циклов будет повторяться у вас jif. То есть если вы выбрали именно jif, а у него же есть количество циклов повторения. Если здесь стоит 0, то это означает, что у нас будет бесконечное количество повторений. Ну и я предлагаю оставлять это значение на 0. Зачем нам задавать какое-то конкретное количество повторений? Параметр context batch size. Это количество кадров, которое будет сразу же передано в модуль движения. Я как бы вот эту вот модель назвал моделью, которая будет смешиваться. Да, наверное неправильно сказал. То есть это модуль движения. То есть понятно, что это все модели. Это модель, которая является модулем движения. И вот в этот вот модуль движения мы закидываем 16 кадров. Как заявляет разработчик, его модуль движения, вот от версии 2, обучался именно на 16 кадрах. Поэтому это значение менять не следует. Оно здесь в общем-то оптимальное. Параметр stride. По умолчанию он равен единице. И как заявляет разработчик, это влияет на скорость и на динамику в модуле движения. Но честно говоря, я экспериментировал, ставил его там на 2 и особой разницы как-то не заметил. Считаю, что это значение лучше оставить единицей, как оно есть по умолчанию. Overlap это количество перекрытых кадров. По умолчанию оно стоит на минус единицы. И означает, что перекрытых кадров нет. Я экспериментировал с этим значением. Выбирал и 2, и 3, и больше, и единицу. Но как бы разницы особой нет. Сильно оно ни на что не влияет. Лучше от этого точно не становится. Поэтому оставляйте значение по умолчанию. Как разработчик изначально поставил. Следующий параметр close loop. Это вариант зацикливания анимации. Если стоит N, то это означает, что анимация не будет зациклена. Ну мы все представляем себе, как выглядит GIF-анимация. Она с какого-то момента начинается, и в этот же момент приходит, и получается такой цикл. И повторно повторяется. N это означает, что зацикливания не будет, и модуль движения не будет ориентироваться на то, что изображение должно быть зациклено. То есть не будет его конечный кадр приводить к начальному. Напротив, если же мы выберем A, то модуль движения, вот этот вот, будет стремиться эти кадры зациклить. И будет начальный кадр и конечный приводить к одному одинаковому кадру. Агрессивно причем. Ну а параметры R-P и R-P, они в общем-то аналоги вот этого вот параметра, но не агрессивные. Тут в общем-то какая-то разница в том, что начальный кадр приводится к конечному или конечный к начальному, вот что-то такое. Поскольку генерируется обычный GIF, то я предлагаю все-таки использовать вариант A, чтобы агрессивно приводить конечный кадр к начальному. Еще это позволяет уменьшить количество разных сцен в нашей анимации, потому что наша анимация может разбиваться на разные сцены. То есть там может быть до трех, до четырех разных сцен, и у нас будет вот не одна такая вот сплошная анимация, а будет вот одна анимация, потом раз, переходит прям полностью, резко начинается другая анимация, потом резко начинает другая анимация. То есть вот такими вот рывками. Я считаю, что вот параметр A, он уменьшает вот эту склонность к разносценности. И параметр Frame Interpolation. По умолчанию он выключен, и интерполяции не будет. Но если вы выберете фильм, и выберете количество смежных кадров, которые будут добавляться в промеж наших кадров, то есть у нас было 8 кадров, стало 80. Сразу скажу, что для того, чтобы вот этот вот параметр работал, нам нужно будет Deform. Deform ставится также, Extensions, Available, Load From. Здесь в поиске пишем Deform, и вот это вот расширение устанавливаем. После того, как оно установится, обязательно смотрите в консоли, чтобы все скачалось и все установилось, потому что это расширение немаленькое. Оно скачивается не за 5 секунд. То есть после того, как оно установилось, нажимаете Install, Apply, Restart UI. И после того, как вы установите Deform, вы можете включить эту опцию, она будет работать. Сейчас вы видите вариант работы анимации с интерполяцией. То есть кадр получается вот таким вот. Это замедленный кадр, естественно, у нас как бы показывается изображение 8 кадров в секунду, а тут 80 кадров становится. И оно, в общем-то, в 10 раз замедленнее. Вот такая вот как бы плавная картинка получается. В общем-то, эта интерполяция достаточно хорошо работает. Понятно, что вы можете эту интерполяцию сделать в какой-нибудь там автор-эффекте и не тратить просто здесь время. На самом деле, этот процесс не прям такой быстрый, то есть он достаточно долгий. В общем-то, этот процесс интерполяции, если мы там выберем 10 кадров интерполировать, то по времени он займет от 50 до 100% времени вашей генерации. То есть, в общем-то, время вашей генерации он может запросто увеличить двое. Но зато получится вот такая плавная картинка прям сразу. Но я так думаю, для GIF она такая не нужна. Можно там кадров-то и 2 и 3 поставить. Но поначалу, пока будете экспериментировать, в общем-то, я вам вообще советую не включать. Смотрите, теперь дополнительные навески, которые мы можем сделать к нашей генерации. Это Adetailer. Если вы выбрали сэмплинг-метод Adetailer A, то вы запросто можете выбрать Adetailer и получить не корявые лица, а нормальные лица. То есть, выбираете здесь именно Face. Опять же, вы можете здесь выбрать и Persona, то есть целиком всего персонажа. Но сразу скажу, будут такие мерцания происходить, потому что персонаж все-таки он более объемный, у него больше деталей. Будут там кофточки меняться, какие-то элементики. Будут такие мерцания неприятные. А вот с лицом тут попроще и поправильнее. То есть, если вы выберете лицо, в промпте здесь пишите Detailed Face, то есть детализировать лицо. Для того, чтобы лицо не мерцало постоянно, не надо здесь писать каких-то известных людей или какой-то длинный промпт. Пишите просто Detailed Face, то есть чтобы он детализировал то, что есть. И работал, в общем-то, с тем, что есть. Теперь в Auto Detailer еще заходим в Inpainting. И здесь нужно немножко уменьшить Inpaint Denoising Strength. Потому что если Denoising Strength будет большой, то опять же лицо будет сильно перестраиваться. И опять будут одни мерцания, одни мигания. Выбирайте 0.3, 0.2 вообще. То есть, чтобы оно улучшалось, но улучшалось прям по минимуму. Не больше, чем нужно. С Auto Detailer все. Теперь давайте перейдем к реактору. Да, я знаю, я не показывал, как устанавливать реактор ни в одном из своих видео. Но я показывал, как ставить FaceFap Lab, как ставить RUB. В общем-то, реактор это то же самое. Если вы ставите мою сборку, допустим 1.6, то там уже нужная библиотека Inside Face установлена. И устанавливать Visual Studio не обязательно. Но если у вас не ставится реактор, там RUB или какие-то такие расширения, то вам все-таки придется поставить Visual Studio. Это 10 гигабайт, но зато все установится. Реактор, в общем-то, ставится, как и все расширения, которые я только что показывал. Заходите в Extensions, выбираете реактор, нажимаете установить. Все. По поводу реактора, это, в общем-то, полный аналог RUB. Закидываете изображение, нажимаете включить, выбираете, каким образом будете улучшать лицо кодформером или гэвпаганом. И все. Больше здесь настраивать ничего не нужно. Я закинул вот такое вот лицо сюда, включил его, и все. В принципе, этого уже достаточно. Смотрите, теперь по поводу работы ControlNet. При использовании Animate Div ControlNet работает достаточно неплохо. Особенно модель IP Adapter. Она дает действительно хорошие возможности в повторении стилев, повторении референса. И изображение делает более стабильным. Сейчас на экране проигрывается анимация, и она как раз таки сделана с ControlNet, с IP Adapter. Если вам интересно прям по шагам пройтись по вот этой вот анимации, чтобы самим научиться создавать такие вот истории, то переходите на Boosty. К этому видео там будет приложено второе видео, в котором я буду говорить как раз таки о ControlNet, об IP Adapter в частности, и о том, как сделать прям вот такую вот историю. Еще в Boosty я приложу вот такие вот архивы. В этих архивах будут GIF файлы, будут референсы, если они используются. И будет подсказка, которую необходимо ввести, чтобы получить вот такие вот похожие анимации. Еще в Boosty будет приложен длинный скриншот, со всеми настройками, полностью прокрученный весь экран. Ну а теперь возвращаемся и продолжаем нашу дальнейшую работу по анимации. Сейчас EnableAnimate Div галочкой снимите. И попробуйте сгенерировать изображение одно. Посмотрите вообще хоть примерно, что у вас получается. Причем вот то, что вы сгенерируете, у вас изображение будет не прям копия такое. Потому что будет задействоваться вот этот вот модуль движения. И он будет вносить свою коррективу. То есть генерируйте, смотрите, но знайте, что на 100% у вас картинка не совпадет с тем, что вы тут сгенерировали. После того, как вы свой стиль получили, нажимаете EnableAnimate Div. Детейлер, соответственно, тоже должен быть включен. И если вы используете ROOP, тоже не забудьте его включить. Еще SID не надо здесь фиксировать, оставьте его минус единицей, то есть случайным. И нажимаете Generate. После того, как вы это видео сгенерируете, у вас получится что-то вот такое. Причем при каждой генерации видео у вас видео будет всегда разное. Соответственно, вы можете несколько генераций сделать и выбрать какую-то одну более-менее нормальную генерацию. По времени генерации с включенным Adetailer и с включенным реактором у меня генерация заняла 6 минут 20 секунд. Соответственно, если отключите Autodetailer или реактор, время генерации у вас будет быстрее. В моем случае, если я делаю одну генерацию и запускаю повторно еще раз генерацию, у меня в консоль вылетает ошибка. Вот такая вот. И для того, чтобы мне что-то сгенерировать, я закрываю консоль и запускаю ее заново. При этом всем я вот эту вкладку не закрываю. Это для того, чтобы все настройки остались на месте. У меня открывается по умолчанию новая вкладка, я ее закрываю, возвращаюсь к своей старой вкладке. И со всеми уже настройками, которые здесь сделаны, я могу нажать еще раз генерировать. Пока вот эта вот ошибка у меня выскакивает постоянно. Не знаю, как у вас будет. Отпишитесь в комментариях, есть у вас такая ошибка. Но если есть, то знаете, просто закройте автоматик, запустите его заново, а саму вкладку не закрывать. Чтобы все ваши настройки сохранились, их повторно устанавливать не нужно было. Теперь вы, наверное, помните, что мы поставили еще расширение Prompt Travel, которое находится вот здесь. Еще раз напомню, включать его не надо. Просто достаточно, что оно установлено. Что нам это расширение дает дополнительно? Смотрите, мы можем написать вот такой вот промпт. Вот эта вот часть, это основной промпт. Перевод можете посмотреть ниже. И дальше по кадрам мы расписываем, что мы хотим видеть в последующих кадрах. Напомню, у нас 48 кадров. С нулевого по 16 кадр мы хотим видеть. Мужчина поднимает руку и говорит. Обратите внимание, как эта запись сделана. Цифра 0, это текущий кадр. Дальше идет двоеточие. И Prompt, который у нас идет после этого кадра. Дальше с новой строки идет опять же номер начального кадра, двоеточие и Prompt. И третья строка опять же, начальный кадр и Prompt. Здесь очень здорово работают промпты, которые связаны с мимикой. К примеру, улыбается, грустит. То есть, когда что-то меняется на лице. Немножко так это оживляет анимацию и это выглядит значительно лучше. Остальные параметры все такие же. То есть, здесь я даже ничего больше рассказывать не буду. Остальное здесь абсолютно все то же самое. И если сгенерируете по этому Prompt, то получите что-то вот такое вот. В принципе, интересная анимация получилась. Давайте еще раз пробегусь по настройкам, с которой я эту анимацию сделал. Может быть, вы тоже захотите что-то подобное совершить. Первая модель я выбрал Photon. Vaya выбрал. Вот такой вот Prompt. Смотрите, все эти Prompt я приложу в Boosty. Просто, чтобы вам потренироваться, попробовать посмотреть, как их составлять, чтобы с видео их не набирать, потому что это неудобно. Теперь опускаемся ниже. Негативный Prompt вот такой вот. Sampling Method LRA. Количество шагов 20. Размер картинки 512 на 512. А Detailer, как я и говорил, со всеми этими настройками 0.3. Detailed Face. Закрываем. Animated Div. Вот с этими настройками, которые я вам говорил. Единственное, что я здесь включил, это Interpolation Fill. И выбрал здесь два кадра. И получилась вот такая вот анимация. Она не быстрая, не медленная. В общем-то, такая плавная. Мне кажется, это нормальный результат получился. Соответственно, реактора здесь отключил, потому что тут женское лицо. В общем, это без реактора сделано. Субтитры сделал DimaTorzok